Добровольные народные дружины Хотелось бы узнать, сколько на данный момент вообще существует уже дружин в Ижавске, чем они занимаются? На сегодняшний момент у нас 5 дружин, общая численность 222 человека. Занимаются они тем, что помогают в охране общественного порядка органам внутренних дел полиции. А также они участвуют у нас в обеспечении охраны общественного порядка на общегородских мероприятиях. Если подробнее, Андрей Сергеевич, чем ваша организация занимается конкретно? Что касается ДНД Дорожный патруль, в первую очередь это оказание помощи населению и содействие органам внутренних дел. Оказание помощи населению это что? Ну, дело в том, даже при патрулировании, допустим, на праздниках, на общественных мероприятиях, мы находимся в ярких жилетах. То есть нас видно издалека, к нам подходят граждане получить какой-то совет, либо потерялся, допустим, ребенок где-то. Мы дальше информацию перекладываем в дежурную часть, либо ближнему экипажу ППС, ДПС и так далее. То есть вот такая вот связь между нами, между гражданами, нами и полицией, то есть мы осуществляем ее. А насколько вообще серьезна вот эта помощь народных дружинников для полиции? Серьезна. Серьезна, потому что не секрет прошла реформа в МВД, и количество людей, которые работают, сотрудников на улице, немного уменьшилось, да. И получается, что вот в помощь в 2014 году законодательная инициатива прошла. Были приняты законы, которые регламентируют как и на федеральном, так и на республиканском уровне требования и работу народных дружин. Но они в качестве кого? То есть какие у них вообще полномочия есть у дружинников? Полномочия, они оказывают содействие органам внутренних дел. Они могут быть свидетелями там происшествия или что? Или как они должны? Они могут в случае, если совершается правонарушение, сообщить об этом полиции. Если они патрулируют совместно с полицейскими, то они участвуют в пресечении правонарушения. — Были конкретные примеры? Можете привести, когда помогли? — Вы знаете, вот самый последний случай — это наркотические средства. То есть совместно с экипажем полиции мы их в первую очередь дополняем. То есть если в пешем патруле выходит там два человека с силами ДНД, мы увеличиваем уже в два наряда. То есть это получается сотрудник и еще с ним вместе два дружинника. То есть тем самым мы увеличиваем их в геометрической прогрессии. И уже по сводкам, то есть есть какой-то материал, что там где-то происходит какое-то правонарушение, мы выдвигаемся на место. Ну и вот последний случай, то, что я хотел как раз сказать, это было пресечение. Мы, скажем так, поймали человека, который как раз эти раскладки наркотики, ну то есть вот эти вот закладки делают. Там было около 130-140 грамм наркотиков. Вот это из последних случаев то, что было пресечение с нашей стороны совместно с сотрудниками полиции. — То есть вы не только на дорогах присутствуете? — Нет, точно так же, да. Мы точно так же оказываем содействие полиции. И, допустим, какие-то, не знаю, домашние инциденты, распитие напитков спиртных во дворах домов. То есть вокруг школ, то, что сейчас проходит у нас, две смены учатся школы. И в вечернее время, то есть в зимний период, все-таки, ну, младшие классы кто-то по возможности встречает своих детей. Мы находимся рядом где-то. — А насколько вообще количество, какое количество необходимо дружинников, на ваш взгляд, чтобы обеспечить правопорядок? — Ну, хочу сказать, что за количеством мы не гонимся. Мы приветствуем вступление в народную дружину всех желающих, потому что это на основе добровольчества. Все. Ну, порядка 500 человек, я думаю, что на город это нормально будет. — То есть у вас сейчас ровно половина от этого, да, примерно? — Ну, я так скажу, что люди у нас постоянно меняются, потому что кто-то обзаводится семьями и уже не может участвовать в этих мероприятиях. Как бы у нас постоянно происходят такие, как скачки поднятия, да, до 400 лиц доходит, да. А потом идет немного спад. Но тут же мы начинаем работу активно, и люди идут к нам. — А кто эти люди, что ими движет вообще? — Ну вот, смотрите, раньше набирались люди, как бы, ну, кто хотел, да. А сейчас у нас началось такое видоизменение. Это у нас появилась добровольная народная дружина на базе завода «Купол». То есть люди, понимая, что вот у них есть там, где в основном живут заводчане, это район Металлурга, да, вот они целенаправленно создали народную дружину, которая работает именно по этой территории. Сейчас вот у нас новое такое веяние появилось, это добровольные народные дружины, которые будут у нас действовать на территории учебных заведений, высших учебных заведений. Потому что народный дружинник, он может быть только с 18 лет. — А там будут студенты в этой народной дружине? — Да, мы будем предлагать студентам либо организовывать народную дружину на базе учебного заведения, либо вступать в ряды уже существующих дружин. И еще у нас появилось такое веяние, мы встречались на прошлой неделе, это отцы школ города. — Что это? Ну вот появилась такая инициатива, так скажем, чтобы патрулирование происходило на территории школ. — Это как будет происходить вообще? — Получится у нас, мы создаем народную дружину, либо они вливаются по территории, потому что у нас в основном территориально закреплены народные дружины, да, по территории. — И они будут патрулировать территорию школ, чтобы не было правонарушений на территории школ, чтобы родители считали, что ребенок, выходя из школы, чувствует себя в безопасности. — Для чего у нас форменная одежда предусмотрена для народной дружины? — Для того, чтобы их было видно издалека, к ним можно было обратиться. — Это либо красный жилет, либо вот, как у нас Андрей, желто-зеленый жилет, это там, где они работают на трассах. — Я могу как-то еще раз познать человека, который представляется народным дружинником? — У каждого народного дружинника есть удостоверение. Оно выдается на три года, оно подписывается начальником управления муниципальной милиции, там ставится печать, фотография вклеена. — И еще, если он работает в красном жилете, то у него есть повязка и нагрудный знак добровольной народной дружины. И, как правило, они работают, если это мероприятие, так сказать, массовое, да, вот, общегородские праздники, то они работают в связке с полицейскими. — Самостоятельно нет, да? — Они могут самостоятельно работать, но в основном в связке с полицейскими, чтобы было понимание, как осуществляются мероприятия по охране того или иного действия на территории. — Скажите, а у вас в отряде возраст дружинников какой в основном? — В первую очередь, это, наверное, все-таки совершеннолетние, то есть лица, достигшие совершеннолетия. Это отсутствие судимости, ну и верхние, наверное, такой нет все-таки грани. То есть это в первую очередь должны быть лица, достигшие 18 лет. — К вам приходят, спрашивают, как стать дружинником. Вы какой-то отбор ведете или все-таки всех добровольцев принимаете? — У нас все равно есть, ну, скажем, такой неиспытательный срок. Мы все равно должны их немножко посмотреть, обкатать, и сами они должны понять, готовы они этим заниматься или нет. То есть это есть какой-то такой срок, скажем, неофициальный там месяц-два. То есть где они находятся в качестве, в первую очередь, свидетелей, то есть какую-то доказательную базу понятого и так далее. То есть это, наверное, уже как не доброволец, вернее, а не просто дружинник, а как же... — Ну, то есть человек, который просто в данном случае к нам оказывает, то есть с нами вместе, для того чтобы, собрав документы, смотрит на нашу работу тоже. То есть готов он этим действительно заниматься или нет? — Кроме, наверное, собственной инициативы, надо как-то простимулировать этих людей. Есть какие-то возможности для этого? — Да, есть, и нам тут помогает очень сильно республиканская власть. Если вот прошлый год возьмем, да, у нас субсидии было выделено на добровольные народные дружины. 300 тысяч — это выделил город Ижевск, и 452 тысячи выделила республика. Хочу сразу же сказать, что эти субсидии идут на организацию работы добровольных дружин. Это ни в коем случае не платность выхода. — Неплата, да? — Некоторые думают, что вот вышел, денежки получил. Нет. Добровольный народный дружинник, он работает бесплатно, добровольно. Деньги идут, субсидии на покупку форменной одежды, удостоверений, страхования. Дружинники у нас застрахованы. Потом на покупку радиостанций, ну, оргтехники. В принципе, для того, на то, на материальную базу для существования самой дружины. — Если кто-то захочет стать дружинником, куда ему в первую очередь обращаться? — Ну, тут, видите, у нас два варианта развития, да? Если человек хочет один обратиться, да, он может к нам в управление, телефон 414125 в администрации города Ижевска. Либо обратиться, выйти в соцсети, там есть народные дружины, напрямую к командиру народной дружины. Телефоны для связи есть, все они в ВКонтакте у нас, в соцсетях имеются. Если он хочет создать уже организацию добровольную народную дружину, тут условие — это включение ее в реестр, который ведет Министерство внутренних дел. Тут условие — это устав, это выбор командира, ну, это организационные моменты. Если человек хочет, обращается к нам, мы поможем организовать дружину. — Последний вопрос спрошу. Это все-таки какая работа? Круглосуточная, в какое-то определенное время? Как нужно свой график подстроить под эту работу? — У нас есть отряды, у нас есть оперативные, так называемые отряды, которые несут дежурство в вечернее время практически каждый день. Ну, из таких, можно сказать, не то чтобы обязательных, мы встречаемся каждую пятницу. И уже там, в зависимости от количества сотрудников, дальше распределяем по экипажам ППС или ДПС. — То есть, чтобы люди понимали, что это как-то под свой рабочий график, так ведь подстраивается? — Да, конечно. — Никто его не заставит там в 8 утра пойти? — Нет-нет, мы каждую пятницу все-таки встречаемся. То есть, в пятницу у нас проходит развод где-то в районе 7 часов. Ну и дальше от количества людей, которые пришли на дежурство, мы дальше распределяем уже с сотрудниками, то есть в органы внутренних дел. — Спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Это было экспертное мнение. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова